Ну что, друзья, поехали! Вот, слышали, да, что сказали? Будем и джои. О, тут даже на другом языке, еще на каком-то... Ну, это, в общем, мы едем по Портсмас. Ой, по Портсмас. Да, ну да, да. Уже, я вам за разом говорю, заходят. И вот на этом National Express Coach. Сейчас я буду ехать довольно долго, друзья. Около двух часов. Мы сначала заедем в Саусхэмптон, а потом по трассе поедем до лондонского аэропорта Хитроу. Пассажир завшим ущемит запятый каск-беспечества. Вот. Отлушайте, попутки, говорят. Вот начали переводить, тут говорить. Ммм, информацию на разных языках. И я вспомнила. Сейчас вам расскажу, друзья. Ой, только хотела показать вам более-менее симпатичное место. И опять начались какие-то непонятные заборы. Вот. Ну, в общем, конечно, из окна автобуса мало тут чего. Мы с вами можем обозреть. Вот это здание высокое. Его отовсюду видно. Сейчас мы еще к одной остановке подъезжаем. К этой нашей Спиннико Тауэр. Которую я вам всегда показывала напротив нашего острова. Сейчас мы к ней подъедем. Вот она наша Спиннико Тауэр. Или Миллениум Тауэр. Вот эта башня. Замечательная. Автобус не видно. Мы заехали на стейшн. Вот на эту. Вот там видно. Спиннико Тауэр. Здесь вот другой Амсур. Это вот уже будет другая остановка. Портсмасс. Харбор. А мы были на Портсмасс Саус Си. Я оттуда выехала. Вот на таком автобусе на Шенелл Экспресс. Здесь как раз основная басстейшн его. На Портсмасс Харбор. Вот мы сейчас тут постоим. Возьмем пассажиров. И поедем дальше. Вот здесь уже, видите, совсем другие автобусы. Не двухэтажные, как у нас на острове. Может, немножко по-другому. Ну вот мы отъезжаем от станции автобусной. Вот, кстати, вы видите, шикарное старинное судно. Вот оно, видите. Это вот как раз музей в Портсмассе. Музей кораблей морской. Очень классный музей. Я в нем была дважды, вы знаете. И еще хочу побывать там. А вот он, вход в этот музей. Да, вот этот музей. Так вот, в том музее там очень много старинных кораблей. И вот, в частности, один корабль. Старинный, деревянный. Называется Виктория. Виктория или Виктория? По-моему, Виктория. Это, как говорят, что он самый старый в мире из сохранившихся. В натуральном виде. Самый старинный в мире, товарищи, корабль. Вот он здесь у нас такой стоит. Виктория. И это именно тот корабль, на котором был смертельно ранен английский адмирал Нельсон. Вот такие тут у нас исторические места. Ну вот, кое-какие симпатичные мы проезжаем. Вещи, ну, в основном, конечно. Ничего тут интересного. Ну и вот, конечно, удивляет, что куда бы ни приехал, вот видите, Моррисон. Опять Дрим магазин. Саундсбери магазин. Вот такие вот огромные эти супермаркеты, вы знаете, которые все под себя подмяли. Вот так. А вот это сейчас вот мы проезжаем порт. Огромная-огромная территория порта. Вот видите, портовые краны. Вот здесь очень много контейнеров сгружается. Эта территория порта тянется очень-очень далеко. Он здесь вот разгружается. К сожалению, конечно, не видно вам за всеми этими рекламными счетами. Но вот здесь, там дальше на берегу вот эта огромная портовая территория. Ну, вот она продолжается. Вот, видите, краны там опять. Вся эта... Он там даже какой-то на пристыне стоит пароход. Вида, конечно, особенно никакого из окна автобуса, товарищи дорогие. Я думаю, что я, наверное, уже сейчас эту съемочку закрою. Единственное, вот что я начала вам говорить, я все-таки доскажу, то, что вот когда приезжаешь с нашего острова на Мейнлэнд, на большую землю, так называемую здесь, ну, в Англию в основную, вы знаете, сразу бросается в глаза, что здесь сразу очень много эммигрантов, так скажем, да. Вот мусульмане, китайцы, и, в общем, всякие люди других национальностей. Здесь, на Мейнлэнде, их очень-очень много. А вот наш остров, вы знаете, отличается тем, что там пока еще нету никого такого вот в нашем острове, только живут коренные англичане. И тогда приезжают те же самые англичане на каникулы к нам. Вот начался дождь, друзья, и я вам буду по своему продвижению своей Джонни дальше рассказывать, а сейчас пока. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok